Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев и сегодня пятница. А это значит, что мы, как всегда, по пятнице будем подводить финансовые итоги уходящей недели. Как за эфиром мы уже пообщались, событий-то много, да? Бестолковые они все, да? Так, Илья, по-моему? Ну, не то, что бестолковые, а то, что... Ну, толку от них мало. Итога-то, в общем, нет. С чего мы начали неделю, на том, в общем, мы ее и заканчиваем. И тем не менее, все равно, да? Обсудим все, что происходило. Представляю я своих сегодняшних гостей. В студии сухого остатка Вероника Чейкина, аналитик фондового центра Инфина. Добрый день, Вероника. Здравствуйте. И в студии Илья Балакирев, ведущий аналитик UFSIC. Добрый день, Илья. Добрый день. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код Москвы495. Также есть сайт компании финам.фм. Вы можете позвонить, написать нам. Мы с удовольствием прочитаем и послушаем. Ну и давайте, как всегда, картина маслом. 1506 в Москве. Что к этому времени произошло на финансовых рынках? Ну, собственно, гром аплодисментов. Америка закрылась сфера вновь позитивно. Такая, вроде бы, ожидаемая, наметившая коррекция опять не состоялась. И мы видим, что Dow Jones выше 16 тысяч. Исторический рекорд. Да, да, исторический рекорд. Удержался, главное, на нем. Молодца. S&P тоже, в принципе, не отстает. 1795 почти процент. NASDAQ больше процента прибавил. Азия скромнее гораздо. Nikkei в плюсе на 0,1. Шанхай потерял 0,5%. Европа сейчас снижается. Мало-мало, минус 0,2%. Ну, а наши индикаторы RTS долларовый растет. Рублевый МВБ в легком минусе. Рубль продолжает свое небольшое укрепление. Ну, небольшое локальное укрепление. Смотрим на сырье. Сырье, кстати, смотрите, бренд выше 110 долларов за бочечку. LightSuite 95 долларов. Золото, да, провалилось в среду после известных событий. В принципе, 1240 долларов функция. Ну, пока там каким-то образом удерживается. Евро-доллар выше 1,35. 1,35. Сейчас котировка этой валютной пары. Набор голубых фишек разнонаправлен. Что может быть интересным? Ростелеком растет больше, чем на процент. Полпроцента прибавляет Лукоил и ВТБ. Так, Сбер у нас наоборот. В минусе, также в минусе 0,3%. Также в минусе Газпром 0,2%. И почти процент теряет ЛЛМК. Минус на более, чем на процент у Севера стали обычкой. Вот такова картина маслом, собственно, на этот момент. Ну, я так понимаю, да, учитывая гром аплодисментов американскому рынку, знаете, с него можете начнем, Вероника. Тем более, события были и вчера, и позавчера. Да, действительно. Ну, американские фондовые индексы вчера всех порадовали, да. Особенно Dow Jones, который не только повторил 18 число, когда и Dow стал 16, и S&P 1800 пробил, да. Вот Dow сумел держаться на этой отметке и даже немножечко превысить 16 тысяч. Вот произошло все это на чем? А вот непонятно, на самом деле, на чем все это произошло. Ну, то есть понятно, что вот есть некий набор фактов, да. Допустим, по рынку труда вышли данные лучше, чем ожидалось. Но на самом деле, это они, вот это уменьшение число первичных обращений по безработице, оно где-то находится в рамках статистической погрешности, так сказать. То есть оно не могло вызвать вот такого радостного ажиотажа. Но второе, банковский комитет Сената, 14 голосами за, 8 против, проголосовали за назначение Джанет Йеллен на должность руководителя ФРС. В этом, собственно, тоже никто и не сомневался особенно. А несколько компаний объявили о начале байбека. Вот, то есть по идее никаких таких вот особенных новостей, которые могли бы вызвать такой всплеск энтузиазма, не было. Более того, еще совсем недавно новости, допустим, об улучшении экономики, они трактовались как раз отрицательно, поскольку инвесторы были уверены, что это приведет к скорому сворачиванию стимулирующих программ ФРС. Вот, то есть на мой взгляд, вот сейчас рост рынка, он идет несколько, скажем так, автоматически. Я думаю, что вот сейчас пытаются запрыгнуть в рынок как раз вот инвесторы небольшие, не самые крупные, то есть которые уже заходят в конце, и вот они пытаются тоже... Те самые домохозяйки, да? Да, те самые домохозяйки, как числящих сапог, Рокфеллера известный, да, и так далее. Вот, тоже пытаются, да, поймать свой профит. Вот, и на этом, я думаю, особенно если учесть, что вот идей каких-то особых нет, а следующая неделя она будет пустая в новостном плане, то есть, ну, единственное, что 28-го, ну, собственно, 28-го рынок закрыт, День Благодарения, 28-го все надо будет утверждать Джанет Йеллен, ну, и плюс 29-й это Черная Пятница, вот. Других каких-то таких событий, которые могли бы что-то повлиять, нет, и поэтому возможно, что американский рынок вот по инерции продолжит расти. Понятно, понятно. Илья, назначение, действительно, утверждение в данном случае, да, банковским комитетом госпожи Йеллен, это позитивно все же для американского рынка? Ну, я бы сказал, что в первую очередь предсказуемо, поскольку действительно здесь вряд ли кто-то ожидал другого развития событий. И я бы сказал, что оно довольно тяжело прошло все-таки. 14 против 8, да. Это вот еле-еле, да. Может быть, это связано с выступлением Йеллен перед Сенатом, которое, в общем, было не слишком выразительным. Она очень так в общих фразах говорила, что нужно сворачивать стимулирующие меры вовремя. Она осторожничала, наверное, ее тоже можно понять. Она очень осторожничала, и причем налегала на какие-то такие социальные вещи, то есть больше даже на социальные факторы, чем на экономику. То есть она выступала как действительно кандидат в президенты, а не в главы ФРС. Поэтому я так понял, что Сенат, в общем, не очень впечатлился ее выступлением. Но все ждут, что все-таки она будет следовать еще более мягкой политике, чем Бернанке. Уж я не знаю, насколько это можно представить себе еще более мягкую политику. Два вертолета будут забрасывать деньги. Ну, видимо, да. Поскольку у Гринспена все считали, что он большой фанат печатания денег. После этого Бернанке просто там какие-то космические вещи творил. Если будет что-то еще более впечатляющее, ну, я не знаю. Это сложно пока представить. Ну, да. Ну, утвердили, да. В общем, все ждали, что ее утвердят. Риторика направлена на то, что, может быть, если экономика будет нуждаться в стимулирующих мерах, мы должны будем стимулировать, да, как она говорила. Ну, возможно, это возымело какое-то действие, потому что некоторые участники рынка восприняли это так, что, может быть, не только не будут сокращать стимулирующие меры, но даже их расширят, если будут к тому определенные посылы. Но, с другой стороны, если мы посмотрим отдельно это выступление, отдельно протокол ФРС, да, то по протоколам совершенно четко намечается, что, в общем, экономика готова к сворачиванию и, скорее, это будет раньше, чем позже. То есть, ожидание того, что сворачивание начнется в декабре, оно очень сильно возросло после этих протоколов. Но тут инфляция, конечно, может вмешаться. Ну, инфляция, вот, они апеллируют к инфляции, но инфляция-то не растет. Причем она, в общем, скорее всего, не будет расти, потому что на уровень именно потребительской корзины эти вливания, ну, никак не попадают. Вернее, как она может вмешаться? А я вот имела в виду, как раз она вмешается в том плане, что, возможно, придется расширять, потому что инфляция снижается, да, и уже заговорили о возможных там дефляционных рисках. То есть, конечно, говорить об этом преждевременно, но уже некие такие вот разговоры начинают вестись, да, и что для того, чтобы подхлестнуть экономику, ну, как единственный способ, да, это напечатать еще денег, то есть увеличить объем выкупа. То есть, с 65, допустим, с 85, вот, то есть, сейчас очень непонятная ситуация, вот, как вот балансирует, как качели, то есть, вот, и поэтому, собственно, и рынки в каком-то таком недовремене. Ну, да, и, в принципе, если можно оценить реакцию рынка на публикацию протоколов, да, мы видели укрепление доллара, соответственно, ожидание сворачивания в декабре возросло, потом принимается ель. Очень, очень локально, да, то есть, одно вниз, оно вверх. Выступает какой-нибудь представитель Федерального резервного банка, что-нибудь говорит, снова инвестор победит. Все успокаиваются, да, и начинают опять откупать, да. Ну, самое интересное, вот, как мы уже говорили, да, то есть, формируется такая ситуация, в котором инвесторам, в общем, нечего покупать, кроме американского рынка. И, в итоге, мы видим, что растет доу, растет S&P, и больше ничего не растет. Вот там сегодня немножко там лучше рынка выглядят японцы, да, на сильном ослаблении еду. Ну, в общем, и все. Все равно по-прежнему растут американцы, а все остальное никому не интересно. Да, действительно, действительно это так, и как-то выбора особого нет, да? Ну, как же, а биткоин? Биткоин, конечно, интересно. Интересно, да, хотя биткоин обвалили очень сильно, вот, на днях буквально. Ну, ладно, если будет желание, обсудим и эту тему биткоина. Сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фонового центра Инфина, и Илья Балакирев, ведущий аналитик UFSIC. Подводим мы финансовые итоги недели. Телефон в студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Присоединяйтесь к нашему эфиру, звоните, пишите, спрашивайте. В поисках событий, да, как-то? Да. Озадачены, да, сидим? Ну, событий много, действительно, Илья, было, да? Ну, событий, безусловно, было много и на нашем рынке, и на внешних рынках. И, тем не менее, поговорим о биткоине. Да, на этой неделе это такая стала очень модная тема, да, очень широко освещалась. Ну, если можно, немножко истории, да, для тех, кто не слышал, по крайней мере, из наших слушателей. Ну, понятно, ну, так, очень вкратце, да, потому что там действительно там сложные, там в очень сложной технологии, да, поэтому этим не стоит там как-то грузить. Биткоин — это виртуальная валюта, так называемая криптовалюта, вот, она появилась, в принципе, в 2009 году, была придумана неким японским программистом, я забыла имя, фамилию, но подозревает, что это некий виртуальный тоже персонаж или группа людей, поскольку это, если перевести с японского, будет получиться как типа Иван Иванов по-русски. Ну, понял. Что-то вот такого плана, вот. Вот. При запуске биткоин стоил там совсем дешево, там порядка 50 центов. Меньше. Даже меньше, да? Вот. Потом как-то... Ну, 1-2 центов. А что такое при запуске? Он где-то торгуется на бирже на какой-то? Да, да, есть уже биржа, да, торгуется биржа. Он торгуется и во Франции, он в Китае торгуется. В Китае, вот, кстати, вот очень активно сейчас торгуется, может быть, это один из... Ну, да. Почему, собственно, вот биткоин сейчас так взлетел, поскольку китайская биржа BTC China, а там достаточно стали большие обороты, более того, в Китае уже недвижимость стали продавать за биткоины, да. Да, уже в Канаде уже появился даже банкомат, где можно как-то обменять виртуальную валюту на валюту вот такую настоящую, которую можно пощупать, пошуршать. Интересно. Вот, но в целом, надо сказать, что рынок биткоина, он пока еще, в общем-то, достаточно мало ликвиден, там, по-моему, всеобще вовсе 8 миллиардов, да, общий объем биткоинов, которые выпускаются, ну, не должен превышать 21 миллиона. Вот. И, в принципе, мне кажется, тот сейчас ажиотаж, который возник, это, ну, некий, скажем так, пузырь, обусловленный рядом факторов, ну, во-первых, это стало модной темой, это раз, да, то есть пресс подняла широко, вот стали об этом разговаривать, а разговаривать об этом стали после 2 октября, когда был закрыт некий сайт, я немножко позабыла, как он называется, вот, который обвиняли в тем, что они торгуют наркотиками, да, 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 Eagle Road, по-моему, кажется, как-то так, вот, что они торгуют наркотиками, вот, этот сайт за биткоины, этот сайт закрыли, после чего стали говорить, ну, вот видите, биткоин все-таки хорошая валюта, да, вот она очистилась от вот этих, от нехороших подозрений, вот, более того, даже в США сейчас в Сенате было обсуждение, является ли биткоин криминальной валютой, несет ли она угрозу безопасности в Соединенных Штатах, и даже Бен Бернанке высказался, ну, не лично, он прислал письмо и написал, что, в принципе, в котором было сказано, что биткоин не представляет угрозы, и что вполне может развиваться, как, пожалуйста, самостоятельная виртуальная валюта. Здорово. Илья, ну, а если вернуться к идее его создания, это просто игрище программистов, что называется? Ну, смотрите, в основе биткоина лежит такая прекрасная, утопичная идея, да, создать идеальную валюту будущего. Чем прекрасен биткоин? Замену доллара Соединенных Штатов Америки, наверное, да, все это? У нас пропал звук. Да, да, есть такой идея. Ну, не просто замену доллару, да, во-первых, чем хорош биткоин, да, это валюта, у которой невозможно контролировать эмиссию, у которой эмиссия ограничена, которая гарантирует полную анонимность всех сделок, вот, и фактически очень простую сохранность всех сбережений. Да, и не регулируется центробанками, соответственно. Это же, к сожалению, основной недостаток биткоина, да, поскольку... Отсутствие регулятора. Отсутствие регулятора, отсутствие возможности контролировать резкие колебания курса, что, собственно, мы наблюдаем, да, почему пошли такие, столько внимания сейчас уделяется биткоину, потому что после вот определенного его роста, да, экспоненциального, естественно, этот актив, который хорошо растет, из-за которого кто-то готов что-то платить, да, он привлек внимание инвесторов, так или иначе, определенных хедж-фондов и так далее. Венчурный капитал туда заходил, да. Да, и после того, как серьезные инвесторы туда пришли, естественно, для того, чтобы в дальнейшем этот пузырь раздувать, нужно привлечь туда внимание общественности, что, собственно, мы и наблюдаем. То есть, на самом деле, ну, я бы сказал, что поиск биткоина ушел, да, но вот те разгоны, которые мы видим там за последний месяц буквально, да, он еще вырос раз в пять. Не, ну, тот, кто успел скачать на ступеньку в начале, да, когда было там вот меньше 50 центов, да, они смогли за 900 долларов вот на этой неделе. Я думаю, что людей, у которых много биткоина по, вот, буквально по центам, да, их очень мало. Мало, мало, да. Поскольку валюта предполагает то, чтобы ей пользовались, да, и действительно, там, два-три года назад любой мог себе нагенерировать сотню этих биткоинов, вот. И, в принципе, вот, то есть, как бы, если видеть развитие ситуации, потенциально заработать очень много денег. Возможно, да. В общем, без особенных усилий. Но проблема, в общем, в чем, да, у биткоина очень маленький реальный сектор экономики. То есть, потенциально, это валюта, количество, которое ограничено, эмиссия, которая регулируется, по сути, уровень технологического развития человечества, да, поскольку усложняется, сложность добычи новых монеток растет, да, они добываются в процессе, собственно, работы всей системы. То есть, майнинг завязан на проведении транзакций. То есть, проведение транзакций автоматически подразумевает под собой генерацию новых монет. Да, она это прекрасно, но ваня нового посыря. То есть, экономика работы сама создает деньги. Вот какая идея, да. Но создавать их с каждым разом труднее и труднее. Поэтому эмиссия привязана именно к уровню развития учислительных возможностей, к уровню развития экономики в конечном итоге. Это прекрасно. Проблема в чем? В том, что либо биткоин должен стать действительно международной единственной валютой, да, тогда мировой ВВП должен быть равен объему выпущенных биткоинов, да, тогда одна монета должна стоить, там, миллионы, сотни миллионов, да, если не миллиарды. Вот, либо все это в конечном итоге должны запретить, уничтожить, преследовать и так далее. И так далее, это не должно стоить ничего. Обязательно запретить, уничтожить или просто это само рассосется? Я думаю, что само это уже на таком уровне, как оно сейчас находится, оно уже не рассосется. Сейчас есть огромное количество клонов, форков, биткоинов, то есть попытки запустить какие-то другие виртуальные валюты, либо, как сказать, транспонировать биткоин в какую-то другую валюту. То есть мы вычисляем что-то другое, да, но на самом деле мы считаем биткоин. Ну, я думаю, что все-таки запрещать вряд ли будут. Вот эту всю маленькую нечисть вполне можно разогнать, она, скорее всего, сама рассыпется. Ну, это да. Вот, но биткоин уже такая полу, действительно полуофициальная валюта, ее уже просто так уничтожить тяжело. Поскольку, ну, действительно, хорошо, мы закрыли шелковый путь, да, но что, по сути, это меняет? По-прежнему с помощью биткоина вы можете спонсировать террористов в США, вы можете спонсировать покупку наркотиков, вы можете спонсировать революцию в Африке, что хотите. И вас невозможно отследить при этом, потому что вас отследить, вам нужна вычислительная мощность всего человечества. Если бы она у вас была, вы могли бы генерировать столько биткоина, сколько хотели бы, зачем вам было бы чего спонсировать? Ну, я думаю, знаете, вот то, что нельзя запретить и с чем нельзя бороться, тем надо стараться пользоваться как-то. И вот я думаю, именно поэтому, что вот сейчас вот американцы стали присматриваться, они стали отмахиваться уже так вот от биткоина, говорят о том, что, наверное, все-таки будут работать в том направлении, чтобы создать такие, да, машины, такие средства и так далее, которые могли бы вот как-то и отслеживать это все, и смотреть за этим, следить. И так или иначе, конечно, вот рано или поздно, к сожалению, я думаю, все равно все сведется к какому-то регулированию некому. Ну, самое простое, не можешь запретить возглавь, да? Возглавь, конечно, это как всегда, да, иди в углове колонии. Ну, хорошо, а с точки зрения все-таки финансовых рынков, это может быть альтернативой или каким-то дополнительным инструментом инвестирования? Поняли, в чем проблема? На настоящий момент до сих пор, несмотря на то, что уже какие-то крупные инвесторы обратили свое внимание на биткоин, да, инфраструктура торговли биткоином, она очень плохо развита. У нас действительно есть несколько бирж, есть в России биржа, есть в Китае биржа и так далее. Но статус этих бирж, он до сих пор не очень понятен. Как таковых брокеров там до сих пор не существует. То есть это такой как бы полуподпольный, полувнебиржевой рынок, да, где, по сути, инвестор никак не защищен. Ну, в 2012 году, кажется, французская площадка получила банковскую лицензию, то есть, что-то я на тему читала. В целом, да, но это как? Французская площадка, на которой торгуются? Да, 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 получила банковскую лицензию. Ну, в целом, как, это действительно что-то такое, это нечто новое, на самом деле, это интересно. В принципе, я думаю, что вот именно всякие вот венчурные фонды, прежде всего, конечно, будут обращать на это внимание. И, ну, нельзя исключить, что действительно за этим какое-то будущее есть, собственно. Потому что сейчас все страны, да, ищут какие-то новые пути выхода из кризиса, новые пути развития экономики, да. То есть вот старая модель, она себя, в общем-то, исчерпала так или иначе, в той или иной степени. Кстати, в разговоре о пузырях, да, вот это ведь тоже можно, да, считать каким-то очередным пузырем? То, что мы наблюдаем сейчас, безусловно, именно пузыри есть. Я уже говорю, то есть вот есть глобально два основных сценария. Там что-то между, да, оно в долгосрочном перспективе невыживабельно. То есть либо биткоин сам себя изживет, либо его изживут, он уничтожится. Либо встроит систему. Либо это станет в конечном итоге некой мировой валютой. Но в последнем случае это огромная угроза всем эмиссионным валютам, потому что построено принципиально на другой схеме. То есть, ну представьте себе мир, в котором мировая резервная валюта биткоин. Ну мне сложно это представить. Это мир, в котором куень невозможно. Да. Нет, ну знаете, представить, может, что год, когда-то нельзя было представить, что по небу будут летать такие огромные железные птицы и прочее. Ну, хорошо, хорошо. Просуждали мы о биткоине. Действительно, это наверняка все-таки перспектива отдаленного будущего. Да, конечно. Давайте вернемся на грешную землю, но уже после новостей. Итак, друзья, продолжаем эфир. Подводим финансовые итоги недели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. И Илья Балакирев, ведущий аналитик UFSIC. Телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Ну что ж, небольшое лирическое отступление, да, мы позволили себе до последних новостей. Поговорили вот о неких новых, да, новых веяниях, новых технологиях. Ну, дай бог, поживем, увидим, что там будет дальше. Значит, я предлагаю спуститься на грешную, буквально, причем в смысле, землю. Поговорить о том, что происходило в России на этой неделе. Потому что событий действительно очень много. касаемые рынка, касаемые экономики, касаемые каждого простого российского гражданина, по сути. Вероника. Да, здесь событий происходило много. Ну вот из таких чисто рыночных моментов, да, которые там могли повлиять, ну и влияли, собственно, на акции, это отчет Ростелекома. В принципе, отчет оказался так и достаточно неплохой. Ну, в общем, в рамках ожиданий ничего такого не привнес, что-то такого особенного. Ну, единственное, что сейчас все внимание направлено на создание СПС по поводу стиля-2, да, 105% будет принадлежать Ростелекому. Вот, то есть пока там вот не определится четко, вот как все это будет развиваться, каким образом, то есть это будет вот оказывать некое давление там на котировки, как это будет ходить. Вот. Фосагра также на этой неделе отчитался тоже в рамках прогнозов. Особо ничего хорошего. Ну, хорошего, в общем-то, ничего и не ждали от этого рынка. Вот. И из таких вот событий, которые, в общем-то, позитивно достаточно, это вот то, что вот Баумгартен вернулся, наконец-то, на родину, да, и почему-то создается впечатление, что, несмотря на то, что на него заведено уголовное дело, судьба его здесь сложится, в общем-то, неплохо. Кстати, сегодня, да, мы получили эту новость, и уралкалий в момент все-таки снижается слегка. Ну, я думаю, что все-таки здесь фокус нужно делать не на то, чтобы Баумгартена вернули, да, все-таки, но это какая-то индивидуальная судьба, да, она может быть там трагичная, может быть нет, отдельный разговор, да, а все-таки основная новость вокруг уралкалия, то, что долю Керимова покупает структуру Прохорова, да. Ну, это да, ну, немножко уже отыгралось. Вот, и, естественно, рынок ждет изменения взаимоотношений с белорусской стороной. И именно вот это отыгрывали они, когда это было анонсировано, и несколько сейчас корректируются после, в общем-то, фиксируясь по факту, да, да, ожидая дальнейших подробностей. Ну, а подробности имеется в виду, да, с точки зрения, вот, как раз, вхождения, да, структур Прохорова в этот бизнес? Ну, во-первых, структуры должны войти, во-вторых, все ждут все-таки поменяется риторика обсуждения с белорусской алием или нет. То есть, те пассы, которые делает белорусская сторона, они вполне недвусмысленно указывают на то, что они, в общем, не против бы пойти обратно на сближение, но там при этом не хотят потерять свои позиции. И рынок, в общем, то есть, вот такой мейнстрим ожидания, что все-таки более мягкие будут взаимоотношения после того, как поменяется акционер, в основной, с Керимова на, там, Прохоровой, на структуры Уралхима. Вот, но в чем может быть проблема? На самом деле, Прохоров здесь гораздо более свободный человек, нежели Керимов. А потом он либеральный политик, оппозиционирует себя как либеральный политик? Либеральный политик, но в то же время он такой немножко оппозиционер, да, все-таки он политик от оппозиции, во-первых, а во-вторых, он человек, у которого свободные деньги на руках, в отличие от Керимова, у которого все эти акции в основном в залогах. Человек, который, вообще говоря, способен и может жестко отстаивать свою позицию. И, в принципе, я бы не удивился, если бы он, наоборот, встал бы на более жесткую позицию. То есть... Позицию в бизнесе уже непосредственно. То есть этот конфликт вывел бы в более активную фазу. Потому что, на самом деле, если этот конфликт будет происходить полностью в экономической плоскости, то здесь карта на руках у Уралкалия. У Уралкалия ниже себестоимость, у Уралкалия больше производственной мощности. И, в принципе, то есть они выигрышная сторона в случае развалка в отеле. Вероника? Ну, вот, вы знаете, очень сложная ситуация с Уралкалем, на самом деле, действительно. Потому что, с одной стороны, да, все правильно в определенном смысле, да. Но, с другой стороны, тут очень большая политическая составляющая, на самом деле. Но она не уходит уже? Вот после того, как вернули Баумгентнера, все помирились, да, протянули друг другу руки? Да нет, мне кажется, она все равно не уходит абсолютно. Потому что все равно будут какие-то конфликты между одной стороной и другой стороной. И каждый будет пытаться тянуть дело на себя. Да, Лукашенко делает это, в общем, достаточно, как мы видим, агрессивно. Да, и вот посмотрим, как Прохоров будет отвечать на эти вызовы. Каким образом, действительно, они будут выстраивать между собой отношения. Учитывая, да, что вот Прохоров анонсирует себя как демократический политик, да, лидер там партии, что-нибудь платформа, да. Вот, а Лукашенко, это, значит, представитель с какими-то дельтарной стороны в данной ситуации. Ну, да. То есть история с Уралкалем, она еще будет продолжаться, она интересная. Политической точки зрения, им сложно найти общий язык, наверное. Да, 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 страшно далеки они друг от друга. Ну, в плане бизнеса, возможно, близки, но посмотрим, насколько эти позиции будут сближаться. Но это, мне кажется, уже история следующего года. Вот, кстати, я хотел бы, да, на какие перспективы нам рассчитывать? Что происходит сейчас с акциями Уралкалии? Это уже в следующем году все, Илья, как ты думаешь? Ну, я думаю, что чего-то такого прям судьбоносного в этом году мы, наверное, все-таки уже не увидим, поскольку, ну, во-первых, год заканчивается, да, сделка будет закрыта, даже если она будет закрыта до конца года, скорее всего, это будет уже где-то вот в последних числах месяца, а я думаю, что, скорее всего, уже может быть и в январе-феврале. Вот, поэтому вот до этого времени мы точно не увидим здесь никаких резких телодвижений. Вот. После этого, может быть, риторика поменяется, но я думаю, что стороны в том числе будут смотреть на то, как будет спрос развиваться. Поскольку сейчас все заняли такую выжидательную позицию и, в общем, пытаются понять, как рынок дальше будет себя вести, и покупатели не покупают, продавцы не продают, по сути. То есть непонятно, какая цена сейчас на Кали на самом деле актуальна, поскольку объемы очень сильно упали, все ждут, в общем, вот, как будет развиваться ситуация с картелем. Ну да, и вообще, я думаю, честно говоря, что уже корпоративных каких-то российских таких ярких не будет, ну, там отчитается, допустим, Сбербанк на следующей неделе по МСФОЛКО, ну, отчетности, да, но таких ярких каких-то корпоративных событий, которые могли бы сильно встряхнуть наш рынок, уже не будет. И будет до конца месяца или до конца года уже? Я думаю, до конца года, скорее всего, да. И будем смотреть на статистику Америка, Китай, ну, это да, лебеди могут всегда прилететь, конечно, но в основном, я думаю, сейчас все-таки будет внимательно. Ну, один из них прилетел буквально несколько дней. Вот как раз, да. Вот как раз мы плавно к этому и перешли, да? Давай, Вероника, начнем. А, ну вот... От черных лебедей. Да, черный лебедь, да, 20 ноября, вот, черный лебедь прилетел к клиентам Мастербанка. Это банк, который по активам входит в топ-100 российских банков. Тут они с утра, и, собственно, и все мы, узнали, что Мастербанк отозбана лицензия. Вот, и в результате, на самом деле, сложилась такая интересная ситуация. То есть, Центробанк, вот после того, как пришла Эльвира Набиулина, стала руководителем Центробанка, Центробанк, конечно, активизировал свою работу по расчистке, так скажем так, это банковского рынка, по борьбе с отмывом капитала, то есть лицензии стали отзываться намного активнее, чем при... Ну, два ярких пятна, да, Пушкина сначала, и вот это... Пушкина, да, 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 потом первый экспресс, Тульский банк, который тоже был, да, для системообразующей. Вот, и банк, Мастербанк, это такая вот такая хорошая такая вот... Это уже, да. Да, такая клякса, скажем, прямо там даже не точка. Вот, поскольку, в общем, в принципе, если в плане активов брать, то да, Мастербанк, он не может пошатнуть как-то систему, он не может вызвать банковский кризис и так далее. Но отличается тем, что кризис в определенном смысле системный, поскольку Мастербанк, он был очень активен на рынке, как он был, занимался очень активным процессингом, очень много банков... Самая широкая сеть у него, да? Да, самая широкая сеть, банкоматная сеть, да, очень много банков, компаний, зарплатных проектов банков, которые не могли сами себе это позволить, там обслуживались, активно работал с визой, с Мастеркардом. И таким образом оказалось вовлечено в это достаточно большое количество компаний, банков, людей и так далее. Плюс ко всему это крупнейший страховой случай для АСВ. 30 миллиардов. 30 миллиардов, да. Банк Пушкина — это 20 миллиардов, это 30 миллиардов, то есть это практически 14% от всего фонда. То есть АСВ, конечно, справится с этим, там, не зашатается, но, как мы видим, что на этом успокаиваться не собирается наш Центробанк. Уже даны такие яркие, такие намеки явные, да, что... Нет, фраза буквально где-то я прочел, да, что мы будем продолжать это дело. Да, мы будем продолжать это дело, да. То есть дело будет продолжаться, да, но тут есть хороший момент. Во-первых, вот действительно, банковская система будет очищаться, да, от таких вот банков, потому что, действительно, тут удивительная ситуация. Вот все говорят, да, все сообщество банкиры, все, что все давно уже этого ожидали, да, и все давно знали, что мастер-банк ведет, там, операции по обналичке. Ну, чуть не в 2011 году им еще были первые претензии предъявлены. Да, потом в 2012 было очень так, тоже дела против бывших токменеджеров, там, возбуждали, но ничего не происходило, то есть все все знали, но был некий статус-кво, да. Ну, объясняется это разными факторами, осторожность, там, политики Игнатия, предыдущего, плюс такие знаковые имена, которые, значит, людей, которые входили в состав. Как бы родственники там, да. Да, руководство банка, то есть как некая такая, скажем так. Тот, кого нельзя называть. Тот, кого нельзя называть, это гарант защиты, да. Ну, тем не менее, сейчас-то все закончилось тем, что все эти, да, причины уже нивелированы. Ну, да, 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 но действительно, ну, конечно, это значительный шок, именно шок, конечно, ну, как, для вкладчиков, разумеется. Ну, кстати, вот вернуться к вкладчикам, ну, к пострадавшей стороне, что называется, да, к вкладчикам, к многочисленным компаниям, да, которые зарплатные имели там контракты. Ну, естественно, Центральный банк прекрасно знал об этом, правильно, Илья? И тем не менее, он принимает такое решение, несмотря на эти вещи. Это правильно или все-таки какой-то компромисс должен был быть найден, если он вообще возможен в такой ситуации? Здесь, конечно, возможны варианты. Естественно, нельзя не прогнозировать последствия, да, но мы же увидим, как развиваются события. То есть, по сути, все процессинговые активы достаются Сбербанку, большинство клиентов достанется Сбербанку. То есть, явно есть выигрывающая сторона. То есть, то, что мы видим, ведется дальнейшее укропнение бизнеса в банковской сфере. В общем, наверное, это правильная тенденция. Поскольку, если сравнивать наши банки с банками зарубежными, крупными банками международными, все-таки они очень маленькие и у них очень ограничены возможности привлечения капитала. У них дорогое фондирование, поэтому они просто неконкурентоспособны. А, кстати, вот этот вариант с замещением Сбербанка, да, Мастербанка, ну, наоборот, Мастербанка с Сбербанком, он тоже наверняка просчитывается? Ну, вот я поэтому... Потому что ничего другого не читается. Я поэтому говорю, что, скорее всего, да. То есть, вот именно такая схема изначально предполагалась. И это несколько пугает в том плане, что, возможно, ну, как мы уже видим, не первое, да, но, наверное, не последнее такое довольно... Проблема в чем? Отозвать лицензию у банка, в общем, довольно рядовое событие, да. Но до недавнего времени у крупных банков мы отзывов лицензии все-таки не видели, да. Крупные банки старались как-то вот сглаживать углы и, в общем, потихоньку проблемы решать, докапитализироваться и так далее. И вот крупных отзывов я, честно говоря, за последние лет там несколько не вспомню. То есть, это первый, да? Вот. А банк Пушкина... Ну, Межпром, можно сказать, тоже достаточно большой. А МТ-банк, они достаточно тоже крупные были. Ну, а МТ-банк... Ну, скажем так, не совсем рядовые, скажем, банки. Ну, да, хорошо. Ну, поскольку МТ-банк все-таки дочка, да, и самая несамостоятельная структура. Ну, там, страховой случай был большой. Вот, да. Да, но, посмотрите, Пушкина, это где-то 130 какой-то с небольшим банком по активам, да. Мы говорили, что в первую сотню входит мастер-банк, но если брать его именно розничный бизнес, да, то по розничному бизнесу он скорее там в первые 50 банков входит, причем там где-то... Сорок какой-то. Сорок какой-то. Сорок какой-то. Сорок первый, сорок второй, вот как-то так. Вот, поэтому это действительно крупный игрок на рынке. И вот вчера звучало в явном виде, что вот еще один-два мастер-банка и СВ-банкрот. Вот, поэтому, ну, есть какие-то пределы вот этого разгребания, да, ситуации в банковском секторе. С одной стороны, задача Центробанка вроде как стабилизировать... Да, да. Получается, что он, наоборот, дестабилизирует, да, собственными решениями, хотя и благородными, на первый взгляд. Давайте еще раз прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. В студии сегодня Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина и Илья Балакирев, ведущий аналитик UFSIC. Подводим финансовые итоги недели. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.фм. Ну, еще пара фраз, наверное, стоит, да, по поводу Мастербанка? Ну да, наверное. Произнести. Ну, о последствиях всегда говорим, да, вот каковы последствия? Ну, на самом деле, на рынке мы видим, что паники как таковой нет, да, банки не падают. Это важные последствия, да. Это важные последствия. Ну, в общем, довольно быстро действительно среагировали. То есть, выглядит это все как очень стереосированная операция. Ну да. Вот, потому что тут же объявили, что отозвана лицензия, тут же, что вот СВ начинает выплаты, и все очень так, очень компактно. И, в общем, паника-то не успела на рынке состояться. Ну да, а для Сбербанка как раз в преддверии публикации отчетности, в общем-то, даже неплохо. Да, для Сбербанка прекрасно в том плане, что не только он получит какие-то активы, да, а просто, вот, видя эти события, многие вкладчики ведь просто из небольших банков предпочтут перестраховаться и уйти в госбанки, в крупные банки, где точно ничего не произойдет. Да, Герман Греф вчера очень своевременно сказал, что Сбербанк не собирается снижать ставки по вкладам. Ну да, все к одному. Ну, в общем-то, да. Ну, кому жизнь карамелька, как всегда, бывает, кому сложные муки. В общем, ситуация в банковском секторе довольно тяжелая, да. И госбанки требуют докапитализации. И не госбанки, наверное, требуют. Поэтому вот такая гуманитарная помощь Сбербанку. Ну, сейчас всем нужны деньги, да. Вот Айвеб собирается докапитализировать. В последнее время все время об этом идут разговоры, да. 200 миллиардов где-то должны дать из фонда национального благосостояния. Госбанкам тоже деньги нужны. А таким образом, да, то есть они получают, в общем-то, дополнительное фондирование, приток вкладчиков из банков, у которых отзываются там лицензии. Ну, в то же время прибугнули те банки, у которых, в общем, не все в порядке, да, поскольку показали, что даже крупный банк с явным административным ресурсом, в том числе, и тоже все равно может попасть под жесткие санкции, если у него что-то не так. Вот, это такое очень громкое заявление. Ну, и позитивное все-таки, наверное, предоставление. Ну, глобально все-таки, наверное, да, поскольку, по крайней мере, оно заставит шевелиться банковский сектор. Ну, да, и более того, может быть, все время говорили о сделках по слиянию в банковском секторе и так далее. В 2009 году говорили, что вот, значит, недостаток ликвидности заставит банки там это как-то укрупняться, там сливаться и так далее, но этого не произошло тогда, предпочитали задирать сумасшедшие ставки по депозитам и как-то выживать, каждый крутился сам по себе, разными способами, скажем так. Возможно, теперь, увидев, что Центробанк всерьез взялся за именно российского банковского сектора, возможно, многие банки действительно подумают об объединении, и это тоже хорошо, рынок МНД оживет. Хорошо, хорошо, спасибо, значит, тему мы обсудили. Давайте вернемся все-таки на российский рынок, ну, и, может быть, не только на российский, еще раз. Значит, собственно, идея какая? Вероника об этом сказала до конца года практически, ну, до конца месяца и до конца года, наверное, да? Никаких особых событий у нас нет, я имею в виду здесь внутри. Снаружи у нас заседание Федрезерва, да, 18-19 декабря, по-моему, будет. И, учитывая вот это, с точки зрения новостного фонда, да, ждать продолжения боковика или все-таки какой-то намек на ралли новогоднее? Ну, смотрите, на новогоднее ралли мы, в общем, каждый год надеемся, да, поскольку все надеются, оно как в том или ином виде все-таки происходит, да? Вот, но пока вот то, что мы сейчас наблюдаем, да, российский рынок как-то он так предоставлен самому себе, и поскольку притока капитала нет, инвесторы просто перекладывают из одних бумаг в другие. Поэтому, видимо, тут одни бумаги растут, другие падают, потом те падают, и те растут. В общем, тренда нет, да, и даже внешний фон, если он относительно позитивный, он как-то, ну, не может вытащить рынок наверх. Да, и, к сожалению, продолжается отток денег, с российского оттока капитала, четвертую неделю подряд он уже идет, вот, на этой неделе немножко поменьше. Чем на прошлый, там, порядка 140 миллионов, на прошлой неделе 225, но все равно выходят крупные фонды, вот сегодня СМИ написали, что вот BlackRock вышел из российских активов. Вот, то есть, в принципе, все, конечно, больше смотрят, да, больше смотрят на Запад, на Америку, и в определенном смысле, все-таки, мне кажется, и на Европу тоже, потому что... А что в Европе? Ну, как, Европейский Центробанк уже понизил ставку, плюс дают понять, что они готовы идти дальше, то есть, они готовы продлить программу ЛТРО, они готовы даже еще раз понизить ставку, ввести отрицательную ставку по депозитам, правда, все говорят осторожно, да, сначала там один... Вчера Драги даже по этому поводу, да, он так... Да, да, да. Ребята пока еще вроде... Ну да, сначала один представитель Центробанка говорит, что да, уже мы готовы, потом Драги говорит, осторожно, нет, мы там как-то еще не готовы, вот. Я думаю, на самом деле, в принципе, интересны, вот, перспективны с точки вложения европейские банки, вот, потому что там много сейчас всего будет происходить интересного в Европе, ну, это тоже, наверное, все-таки уже история следующего года, это Европейский банковский союз, это стресс-тесты европейских банков. Тесты, кстати, на этот год, да, еще на декабрь они планируются? Ну, а нет, они будут известны результатами, да, уже в следующем году известны, да, в 2014 году, вот, ну, то есть вот там тоже есть интересные истории, ну, и, конечно, смотрят все на Китай, Китай, особенно в свете последних решений третьего пленума, 18-го съезда КПК. Это сложно, да, сложно произнести, да. Новые дорожные карты развития, очень интересно много всего, то есть в большей степени, ну, то есть идеология остается прежней, но обещают в большей степени ориентироваться на частные рынки, на развитие частной инициативы, и что тоже очень интересно, обещали даже, что частные банки корпорации смогут свои собственные заводить. Вот это было бы очень интересно на самом деле. Это было бы интересно, но можно ли говорить о том, Илья, да, что вот пока все эти постановления, это пока еще на словах, ну, учитывая, там, китайский менталитет и, я не знаю, там... Ну, китайцы еще и запрягают очень долго, да, даже по сравнению вот с нами. Они очень далекой перспективой всегда размышляют, просто вот так ментальность национально построена. Стратегически. Поэтому, в принципе, стратегия развития, там, китайских удаленных провинций и так далее, она уже давно представлена, и они, в общем, вот в этом направлении двигаются, да, там какие-то послабления уже обсуждались, и, в общем, примерно понятные границы. Тут вопрос, там, позволят, не позволят, вот эти вещи, они действительно сказываются. Они-то еще бы обещали считать, как все. Но, как бы, в целом, в целом тренд довольно предсказуемый. И я думаю, что наш рынок как раз, вот, особенно в последнее время, больше даже реагирует, наверное, на китайские, на события в китайской экономике, нежели в США, поскольку вот у нас все-таки это практически основной потребитель природных ресурсов сегодня Китай. Естественно, он закупает в России и руду, и уголь, и нефть, и газ вот сейчас. Наращивает очень поставки. Ну да, потому что сосед ближайший, конечно, тоже. Поскольку в Европе динамика очень вялая, да, с Америкой мы, вроде как, торговыми отношениями не так плотно завязаны, то, естественно, мы потихоньку начинаем переориентироваться на Китай и смотрим именно динамику в Китае. Поэтому, если они покажут хорошую розу, да, то это поддержит российский рынок. Ну, кстати, все-таки возвращаясь, да, пока еще к бумажным решениям. Это повлияло позитивно на Россию все же? А, ну, в принципе, да, повлияло, вот когда все эти вот решения, да, они были восприняты рынком хорошо, и не только нашим, они были и американским инвестором хорошо восприняты, и европейским инвестором хорошо восприняты, то есть развитие частной инициативы. Ну, в принципе, в Китае-то не только Россия с надеждой смотрит, да? Да, ну, в принципе, надо куда-то смотреть надежды, да. Где-то искать надежду. Конечно. Ну, в общем-то, и ищут сейчас там, да, на развивающихся рынках. Давайте, у нас есть звонок, послушаем. Александр, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Да, добрый день. Вот поясните мне, пожалуйста, никак не могу понять. Все говорят, что по мастер-банку вопросик. 30 миллиардов, откуда взялась сумма-то? Ведь там же, на самом деле, ведь не все же деньги пропали, насколько я понимаю. Нужно же баланс как-то подвести, а уж потом неустойку из этого фонда страхования вкладов выплачивать. Ясно. Все дружно говорят, 30 миллиардов, ничем не обоснованная сумма. Понятно. Спасибо за вопрос, Александр. Откуда 30 миллиардов взялись? Ну как, всего на порядка 47 миллиардов вкладов, да. АСВ восполняет вклады до 700 тысяч рублей, да. Остальные, соответственно, это сверх этой суммы. Ну, смотрите, схема какая. После того, как у банка отозвали лицензию, сонирование баланса, это очень длительный и долгий процесс. Естественно, чтобы вкладчики не сидели, не ждали год, пока там все разберутся, да, им их вклады возмещает агентство страхования. После чего, естественно, агентство страхования должны возместить эти расходы за счет сонирования банка. За счет сонирования банка, поскольку банк, это АСВ, это кредитор второй очереди. Кредитору первой очереди, это именно вкладчики. В законе записано, в течение двух недель должны начаться выплаты. Собственно, что вот и произойдет 4 декабря. То есть это не значит, что мастер-банки разграбили 30 миллиардов, это просто объем депозитов, который покрывает страхование. Да, именно с системой депозитов физических лиц. Да, который покрывает систему страхования вкладов. Все понятно. Мне кажется, очень даже квалифицированный и точный ответ. А, кстати, вот эта санация, о которой вы говорите, она может и на годы затянуться. Да, она обычно бывает довольно длительным процессом. Помним, там, Банк Москвы, ВТБ, очень-очень долго они разбирались, там считали убытки и потери. То есть это связано именно с тем, что это нелегко подсчитать, никто искусственно ничего не затягивает. Нет, конечно, нет, это долго все, это долгий процесс. То есть такой большой банк, да, и небольшой, это тоже, в общем-то, за два дня не сделаешь, а здесь все-таки сотня. И опять возвращаясь, да, вот к цифре 30 миллиардов, значит, Вероника, ты сказала, что общее число вкладов на депозитов там порядка 50 миллиардов. Порядка 50 миллиардов, да. Ответственность 700 тысяч рублей, да, которые показаны. Да, 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 это те, которые вписываются вот именно в страховой случай свои. Но, в принципе, можно предположить, да, что есть часть вкладчиков физических клик, которые выше 700 рублей. Да, выше. И вот сегодня, кстати, вот появилась идея, вот Симоновский как раз выступал, вот я слышала, сказали, что сейчас, чтобы, вот главное, чтобы не произошло кризис доверия, да, погасить панику перед вкладчиками, хотят сделать так, что сейчас вот вкладчики, которых свыше 700, да, они, как и АСВ, находятся во второй очереди, но АСВ перед ними, то есть сначала требования АСВ удовлетворяются, а потом хотят пропустить их вперед и сделать вкладчиками второй очереди, а АСВ сделать вкладчиками третьей очереди. То есть до миллиона есть шанс получить с тем, у кого вот, кто вот не вписывается в эти 700. Понятно. И задача такая именно, да? Ну, чтобы не было паники. Да, чтобы не было паники, чтобы не допустить паники. Психологи, психологи, хочу сказать. Спасибо огромное. Заканчиваем мы. Вероника Чекина, Илья Балакир. Сегодня были в студии Сухого Остатка. Подводили мы финансовые итоги недели. Всем спасибо за внимание. Всего хорошего. До понедельника. Экспертная работа.